всем привет друзья с вами александр я подожаю гаммы искать дисконера 2 что же давайте посмотрим что там скрывается дальше открыть вау вижу вижу все очень весело так есть да весе отлично там аличка их успокоит они поменьше будет на меня грится вот же дерьмо тихо еще есть да где то нет здесь по моему нет и так просто парочка их летает другая а и слава богу бутылка хлороформа это вещь хорошая должен уснуть вау подохни так может это маленький усыпит я надеюсь что нет вообще ни в какую блин я очень надеялся что все таки это поможет меньше с ними воевать так так сколько там еще у меня осталось бутылочек вау вау они решили заагриться в бой пойти вякушки странно я был уверен что они маленечко должны были уснуть по моему бессмысленно это делать в общем действуем старым добрым методом вот так теперь их должно стать поменьше ну или на крайняк они хотя бы от меня отстанут тоже хорошо готово о господи сколько их тут так есть что они там пожевать или как у меня совсем мало хп ну как я имею ввиду мало отняли но все равно хочется побольше я люблю когда полные хп о господи в такс что это у вас доки нет это крематорий что ли или что солярий что я как то сомневаюсь что это солярий больше на крематорий будет похоже ну ка а да ешь сплашу эту моментальную смерть или как там вы умираете не умираете не поймешь что это за что то все есть есть немножко замучил а что у нас еще тут получается по а скринерный амулет осталось так круто как так я умудрился проигнорировать пройти интересно не всякого сомнения нет конечно эффект чайников особо не подстрелил но ешки матрешки я так надеялся так сверимся с нашим стародатчиком что у нас осталось только скрыт тумболет найти да как к нему попасть я пока есть честно ребят не знаю как туда попасть поэтому кажись теперь знаю теперь понятно в надеюсь что она на меня не нападет все вы чеки пуки просто с ней тихо мирно поздороваемся она решит мне помочь клик старик сейчас так патрончики мне нужны и патрончики это очень полезная вещь получил так как посмотрите еще тут может быть важное чего я не видел так вот и жрачка что очень круто так пока там болтают я паспорт похоже посмотрю что то есть что-то что-то интересненькое найду мало ли о башка чат окей окей что-то 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 Чел, я тебя ищу, ты в курсе? Что мне делать? В моём сейфе, в клинике. Ты поймёшь, как сделать противоядие. Помоги ей. Код от сейфа. 1-2-1. 1-2-1. Ё-моё, она реально озверела. Нахереси. Чел, уполз. Вау. Шикардой секунды назад её видел. Весело. Баба, оказывается, с ума сошла. Она исчезла. Что случилось? Сомневаюсь, что она так просто взяла и исчезла. Хм. Что тут делала? Сварить бы зелье, которое сожжёт язык и глотку Далила. Так. Странный запах. Речной ил. Северные пряности. Дровяной дым. Дано. Понятно. Я хочу разорвать его на куски. Превратить в кровавое письмо. Что-то мне кажется, что она теперь будет, походу, ещё и на меня охотиться. Превратить в кровавое письмо. Чую сон, гнев и страх. Тебе конец. Ну, не смешно ли? Да чё-то как-то не очень. Я сломаю тебе хребет, а убивать пока не стану. Конечно, конечно. Обязательно. Как только, так сразу. Зачем мне дневнику? Где там улы? Закройсь-ка я на всякий случай. Да, где-то сейф же здесь стоит. О, боже. О, божечки. Так. Один, два. Ей надо помочь ей попробовать. Допустим, что она действительно хотела как лучше. Всякое бывает. Гении, они ребята такие. Непредсказуемые. Так. Смис... Соль. Записи в Аска. Ничего особенного, да? На всякий пожарный. Так, это его ключ был. Сюда, потому что я не мог войти, я помню. Шприцяра. Теперь я понял. Гипатия даже не подозревает, что в ее сознании обитает некое постороннее суть. Так. Заставляя ее... Какое-то тело. Вот дрянь. О, господи. Жестко. Средство противоядие. Я испробую его. Едва смогу достать записки из сейфа в клинике. Да? О! Александрия! Меня только... Нет. Это вы? Да, Баска. Любовь моя. Ты догадался. И сейчас мы немного поэкспериментируем. Проходи. Располагайся. О, господи. Так. Это, похоже, есть та самая сыворотка, которая нам нужна. Теперь осталось только воткнуть. Добро. Убить-то я всегда можно было бы легко и просто. Для меня это вообще было бы не проблема. Но попробуем все-таки спасти ее. Тем более, что... Как бы она мне нужна. Если была бы не нужна, может быть... Я бы поступил иначе. Но... Это была бы уже другая история. Поэтому... Сейчас мы поступим как-нибудь иначе. Стараемся ее спасти. Только я не знаю как. Слушай, надо ее обезвредить. Может ее оглушить? Какой вариант. Потом попробовать вколоть. Потому что иначе-то она мне точно не даст. Что поделать? Приходится. Когда я тебя поймаю... Я сделаю все без спешки. Ну вот. Я вообще-то хотел ее глушить. А, хотя и так тоже неплохо. Нет, нет, нет! Не спать! Я не сдамся! О, господи! Я не отдам! Все, она пришла в себя, нет? Бедолага. Доктор Гепатия? Да. Простите. Со мной что-то не так. Возможно, я подхватила инфекцию в лаборатории. Нет. Вам давали яд. Но сейчас вам должно стать лучше. Мне удалось приготовить противоядие. Давали яд. Не бойтесь. Я со всем разберусь. Если решите отдохнуть пару дней, приходите. Я сейчас живу на корабле «Падший дом». Окей. Королевский убийцу. Блин, ну убить ее было бы слишком просто. Тем более, она лично мне ничего плохого не сделала. Да, она, конечно, загубила немало людей, но что поделать. Жизнь она такая. Всегда кто-то должен погибнуть. Что не поделать. Опачки. Это кто-то в этом шумит. Так, давайте проверим. Я здесь все собрал, да? Все артефакты. Все. Так, заодно посмотрим на амулетики. Что у нас есть? Амулетиков новых. Это что у нас? Становление после падения много быстрее. Так. Вы движетесь намного быстрее с трупом в руках. Убийство крысы трупного восстановлено в раке. Чаще промахивается. Легкость. Падение наносит вам меньше урона. Здоровье становится в два раза медленнее. Так. Я, наверное, вот такую поставлю штучку вместо того, что было. Мана. Лучше. Да, как-то вот какое-то такое сочетание. Возьмем так. Среднячок такой некий. Так, изумений что у нас есть? 7 рун, кстати, ребят. 7 рун. Живем. Так. Это... Что там у меня? Я уже забыл. Создание амулетов. Не, нафиг. Жажда крови. Так. Пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ. Значит, атаку. Это, конечно, заманчиво, но... Мне как-то бы хотелось... Все-таки прокачать какие-то темные навыки. Блин, сосед как назло начал сверлить перфоратором. Все как всегда. Так, вот двойник. Интересная, конечно, тема. А с другой стороны... Я стелс не прохожу, как бы, в режим. Все равно всегда на передовой, поэтому я не знаю, есть ли смысл. Крыски. Вот здесь, что это? Можно убить до двух человек. Такой вот вариант можно изучить, да? Как бы это... Убийство в тени до трех. Тем самым у меня остается три руны. А я захожу сюда. И... Вот такой вариант принимаю. Тем самым остается у меня одна руна. В будущем, кстати, можно... Притяжение теперь у меня есть. Все, ребят, сымся. И потихонечку отсюда попытаемся выбраться. Я не знаю, где-то здесь... Возможно, есть какая-то дополнительная дверь. Я надеюсь, что она тут есть, имеется. Нет. Кажись, такого... Тут нет такой роскоши. Окей. Ну, нет так нет. Пошли отсюда. Другим путем. Так. Все-то меня ждет. Лодка. Хорошо, когда тебя кто-то ждет. Так замечательно. Сюда у меня есть два варианта. Как туда попасть. Поэтому я пойду... По самому короткому, на мой взгляд. Как раз таки у меня ключи теперь уже. Это всего тут есть. Привет. Все, мы едем. Ехаем отсюда. Пойдем уже. Мне здесь не нравится. Вы готовы? Ну да, в принципе, почему нет? Оставаться. Что мне тут делать-то? Я уже зачистил все, что можно зачистить. Собрал все руны какие были. Так что, можно ехать. Нет. Королевский убийца Гепатия. Что? Быть не может. Герцог заставил ее принять бракованную сыворотку, и она стала чудовищем. Я нашла противоядие, так что теперь она в порядке. Но если она вспомнит про убийство, ей придется нелегко. Что с Соколовым? Его отдали некоему Джиндушу. Знаете такого? Все знают. Он придворный изобретатель. Значит, он следующий. Надеюсь, Антон жив. Вот как-то так. Ну, все как всегда. В моей статистике. Ничего не изменилось. Монет, правда, указано, что я маловато собрал, я мог бы собрать и больше, плюс картины, да, не всего вывел. На чистую воду. Ну, да ладно. Почему нет? Спустили умирающих от головолкодавов на гвардейцев. Ну, естественно, мне их жалко было. Бедные собачки. Вообще, животные, когда страдают, это очень печально. И грустно. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Готово. Когда-то Соколов был гением Данула. Его изобретения изменили город. Я смотрела с башни, как столицу превращают в тюрьму. Слушала его пьяный хохот, когда он в очередной раз расписывал перед моей мамой свои достижения. Когда мама умерла, изобретения Соколова помогли тирану захватить всю власть в империи. Теперь, годы спустя, появился Керен Джиндеш, гений Карнаки. Он дал герцогу жуткие часовые машины для убийства, которые выглядят как люди, но людьми не являются. Надо отыскать Соколова и вытащить старика живым. Спасти одного гения и убить другого, пока тот не создал целую армию часовых солдат. Прикольненько, однако, прикольненько. Мой тебе поворот. Тут можно написать, прочитать. Тяжелый кошель. Хорошо, когда он тяжелый, особенно если я денег. Так. Что ж, что ж, что ж, что ж. Клик. Итак, дорогие друзья, пожалуй, на этом серии я закончу, чтобы она хоть как-то была соизмерима со временем удобного просмотра, потому как 40 и 50 минут смотреть очень неудобно. Я прекрасно это понимаю, но, увы, иногда не всегда мне получается сделать покороче. Поэтому сейчас вот я попробую все-таки закончить и в следующей серии мы уже разберемся, куда нас дальше отправят и что нас будет там ждать. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк вверх, кому понравилось, не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.